Знаете, как под прошлым видео, хотите посмотреть, про Виве Карамасвами, начали уже подлазить какие-то тролли. Ну, то есть там, ой, да ты его не так перевел, ой, да он вообще молодец, он вообще в президенты идет. Ну, то есть, сначала подумал, может это какой-то трампист, там, знаете, не, это россиянские тролли какие-то туда залезли. Ну, все-таки интерес появился, даже некоторые комментарии были, а ну расскажи еще больше. И до этого, то уже давненько просили меня рассказать про всех республикан, про всех кандидатов, да, то есть там республиканцы в основном, понятно, пытаются баллотироваться на выдвижении от партии, которые, ну, выдвижение от партии республиканцев будет главным кандидатом, который будет идти против кандидата демократов, которым сейчас является самым главным, понятно, Джо Байден. Ну, там еще и от демократов кто-то пытается себе противопоставить, понятно, там шансов ноль, противопоставить Сергею Бадину, чтобы его партия выдвинула как кандидата. Есть там такой JFK, короче, Кеннеди, ну, там какой-то там внучатый племянник там и так далее, известного президента. Ну, там человек интересный, там он вообще, короче, вот я, знаете, всегда говорил, что если кто-то верит в одну теорию, они верят во все. Вот и он верит во все теории заговора, касаемые там вообще всего, там и инопланетян, и рептилоидов, и Луны, и 11 сентября, ну и понятно, там с Украиной уже тоже идут свои особые там теории заговора. Ну, давайте с вами посмотрим на кандидатов. Я вам, ну, так, больше для, чтобы не сильно сбиваться, вы меня знаете, я открыл New York Times, New York Times газету. И New York Times здесь, понятно, это газета, которая рассказывает это как бы так в общих чертах, про где, где находятся сейчас кандидаты республиканские, тут нет демократов, но республиканские кандидаты по отношению к Украине. И я хотел бы как бы сделать от худшего к лучшему или к лучшему, от друзей до врагов, потому что среди республиканских кандидатов есть как абсолютнейшие друзья Украины, так же как и абсолютнейшие враги Украины. Ну, ладно, будем идти просто вот как здесь. Дональд Джей Трамп, да, ну Трампа вы все знаете, тут можно кликнуть и полностью его позицию рассказать. Я буду немножко добавлять, так сказать, всего понемножку, потому что, ну, были высказывания раньше и до 24 февраля и после 24 февраля, то есть в основном все кандидаты сейчас только высказываются. Ну, Трампа мы знаем по Украине, Трамп был известен своей фразой, что его Украина ненавидит, еще до 24 февраля. Понятно, что многие такие есть спекулятивные мысли, что Путин ждал второго, второго пришествия, переизбрания Трампа для того, чтобы как бы это легче было для него полностью захватить Украину. Ну, Трамп и там принес Украину на блюдечке с голубой каемочкой там и так далее. Понятно, как минимум не поддерживал бы ни финансово, ни в военном смысле. Ну, здесь так он говорит, что самая главная его мысль. Война это, ну, война в Украине, понятно, война не самая главная, не в интересах США. Ну, и там дальше, и дальше, и дальше. Ну, понятно, я хочу просто напомнить, что первый его импичмент, это тогда, когда он еще был как бы, ну, на своей волне. Только вот избрание, то есть его многие еще как бы так любили яро, многие задумывались, многие присматривались. Я сам на него присматривался тогда, и хотя я за него не голосовал, как республиканец, но я говорил, а знаете, он еще ничего плохого такого не сделал, чтобы на него сильно вот это вот такое говорить, да, там, ну, он там, Exxon привез в США обратно, там, 50 миллиардов, Exxon своих, своего бюджета, там, там, еще какие-то компании он разрешил обратно вернуться, там, налоги снижал, там, и так далее. Но, когда вот перед перевыборами, да, он уже знал, что Джо Байден будет баллодироваться против него, он пришел к Еленскому и сказал, тебе там оружие, короче, надо, тебе надо джавелины. Мне тогда как раз просили, вот только джавелины, 50 джавелинов был такой разговор, и он говорит, я тебе дам эти 50 джавелинов, только ты мне на Джо Байдена, на Хантера Байдена, в смысле, там, грязь, короче, всю подноготную. И это он говорил, когда звонил по телефону, а все президентские телефоны слушают, ну, лица, которые не заинтересованы. Его там слушал какой-то генерал, этот генерал все рассказал, и первый его импичмент, и у него действительно был импичмент, то есть полный импичмент. Да, его не сняли с поста президента, но импичмент это как бы высказывание претензий, которые оправдываются, то есть его осудили, и это все было доказано. Но потом, правда, не проголосовали, недостаточно было голосов для того, чтобы его снять с поста президента. Допустим, вот у Никсона у него не было импичмента, он ушел с поста президента только потому, что у него была угроза импичмента, ну, такое. Потом, понятно, он говорил это, что Украина его не любит, но это все, кто это слушал, они говорили, что он говорил, я Украину не люблю. Сейчас он очень-очень ходит по тонкому льду, поэтому он так яро не кричит, но, как вот будем говорить о дальших кандидатах в этом списке, я думаю, что за него это говорят другие кандидаты, которые, что-то у меня предчувствие, что хотят к нему именно, они баллотируются не на президента, а на вице-президента, то есть у Трампа еще нет его партнера по выборам. И вот те из этого списка, они как раз вот и говорят те вещи, которые Трамп как бы хотел говорить, но они из-за него говорят, в надежде, что может быть он их возьмет партнером. Рон Десантес, да, все знаете, это он номер два, главный конкурент Трампа на выдвижение от республиканской партии. Примерно, примерно такая же идея, но только что он не ненавидит Украину как Трамп, он просто вот считает, что для него война Украины с Россией это та же самая, что допустим, если бы была война там Индии с Пакистаном и то. Там непонятно, что было бы для него важнее. И поэтому вот он как-то говорит, что это не в лучших интересах США. Но в последнее время, вот как тут написано, он отошел от такой терминологии, как территориальные споры, происходящие между Россией и Украиной. Ну, то есть, понятно, это такое. Тим Скотт, сенатор от Южной Каролины, он и до этого мелькал, то есть, он там тоже хотел, по-моему, выдвигаться или что-то он говорил. Это единственный афроамериканец, республиканец. Он, кстати, как бы не самый лучший друг Украины, понятно, но он, как бы вот знаете, вот есть республиканцы, и они делятся на три основные лагеря. Здесь мы это видим, да, вот такие лагеря, как Трамп и Десантис, то есть, это не наша война, как минимум, да, нам туда не надо вообще лезть и денег сэкономим. Лучше вот здесь внутри США их тратьте деньги, а там они сами разберутся. Тим Скотт, это тот, который, как бы, критикует Байдена за то, что Байден недостаточно делает для того, чтобы помогать Украине, но и не за того, что он сильно Украину любит, а из-за того, что это его, как бы, такой повод критиковать Байдена. Все критикуют Байдена, все выезжают и используют войну в Украине, как критика Байдена, то есть, вот Байден, то есть, ну, Байден делает это, Байден делает это, но мы бы сделали вот это намного лучше. и война в Украине, то есть кто-то говорит, что Байден дурачок, Байден деньги дает Украине, лучше бы он тратил США, я бы такого не делал. Другие говорят, Байден деньги дает, но он делает это по-дурному, я бы вот больше сделал для Украины и понятно там, все вот эти вот такие острые вопросы, почему нет дальнобойных ракет, а так, почему нет там 16, он как бы такой говорит, я бы им все это дал, что я считаю нормально, то есть он не делает это как Украина, для него не самая близкая часть и так далее. Я в рамане говорил, враг, абсолютнейший враг Украины, это вот тот, я говорю, что он баллотируется на вице-президента Трампа, абсолютно говорит ну дурные вещи. Либеральная часть демократической партии уже начинает на него полную-полную атаку, потому что он начинает там и российские вещи говорить, думает, что ему это с рук сойдет, так как он индийского происхождения, то есть он как бы так ну, те вещи, которые допустим белый не скажет, он их начинает говорить и на него уже начинают внимательно и пристально смотреть, то есть даже по этим. Ну по Украине он говорит, что Украина это, тут написано, что он полностью в оппозиции, предоставление военной помощи и также хочет, чтобы Украина отдала территории для того, чтобы уговорить Россию, ну то есть пойти на переговоры с Россией, сказать вот мы вам ладно, мы давайте сейчас заморозим все вот как есть, Россия официальному признаем все вот эти захваченные сейчас территории, ну а вы в это, ну вы просто не будете тогда с Китаем сотрудничать, потому что мы не хотим, чтобы Китай стал сильнее с его сотрудничеством с Россией, то есть вот такие две, две страны вместе станут, да, и пойдут против США. Короче он дурачок, ну и слушать его очень противно, особенно вот людям, которые, ну как я, да, допустим, которые не просто вот такие вот оголтелые какие-то трамписты, да, республиканская партия времен Маккейна, Рейгана, да, это человек, который, ну я совсем не могу его, это абсолютный враг Украины. Что бы он сейчас ни говорил в дальнейшем, да, он, понятно, если у него будет веса набираться, он будет это все исправлять, он будет как бы так, чтобы, ну, и тем, и тем, но вы должны это запомнить. Ники Хейли, друг Украины, но тоже примерно как и Тим Скотт, то есть говорит, что Байден недостаточно делает для Украины, она, Рамасвами критикует на это очень сильно, она говорит, что, ну то есть он хочет, он придает больше, больше значения подружиться опять с убийцей и врагом всего человечества, то есть с Путиным, да, ну, а в это время он хочет прекратить финансирование Израиля. Ну, я ее считаю более-менее нормальным человеком по отношению к Украине, внутренняя политика у нее немножко, конечно, такая, что многие критикуют, она хочет поднять пенсионный возраст, ну, и такие дела, ну, то есть, но она сейчас тоже как бы более-менее набирает веса, там многие спорят, кто выиграл предыдущие дебаты, она или Рамасвами, да, ну, такое. Я бы был не против, если бы она была выдвиженцем от республиканцев, ну, не то, чтобы это было бы, я бы очень сильно радовался, у меня есть кандидаты, которые я действительно хочу, это мои, ну, так сказать, кандидаты, но я был бы не так бы против, конечно, как если бы это был Трамп, как если бы это был Рамасвами. Майк Пенс, один из двух людей, которые посетили Украину, которые ездили в Киев, которые поддерживают Украину, его можно считать другом Украины. Человек, опять же, который был вице-президентом Америки вместе с Трампом, и он знает отношение Трампа к Украине, поэтому он знает, что его, он сейчас как бы выступает, понятно, на противовесе Трампу, то есть он вот, все то, что Трамп плохое, он этого делать не будет, все то, что может было бы хорошее, да, он это все будет продолжать, то есть их президентство, ну, когда он был вице-президентом, и Украина, понятно, это все то плохое, что он не будет делать, он встречался с Зеленским, он поддерживает Украину, всегда говорит, что Украина должна получать военную поддержку столько, сколько нужно, то есть, as long as it takes, и я считаю его другом Украины, Крис Криси, вот он мой кандидат, абсолютнейший противовес Трампу, то есть немесис Трампа критикует, он тоже был в лагере Трампа первые два года, тоже был его ярым, так сказать, поддерживал его очень сильно, ярым фэнбоем, хотел сказать, он за Трампа, потому что они все Нью-Джорси, Нью-Йорк, да, это все своя там мафия и так далее, но он первый, кто отделился от этого, допустим, как многие там другие, еще какое-то время оставались, и, понятно, нью-йоркский мэр бывший, уже забыл, как его зовут, когда-то он, после 11 сентября 2001 года, он был супергероем, короче, в Америке, потому что он был мэром города в то время, но он сейчас там, у него несколько статей за то, что он снюхался с Трампом, пытался переворачивать, ну, в смысле, пытался overturn, то есть пытался изменить результаты выборов, то есть ему так не повезло, да, но Крис Кристи, он тогда от него отделился, и сейчас он выступает полностью противовесом, полностью критикует Трампа, так как я его критикую, один в один, у меня с ним мысли абсолютно сходятся, он тоже приезжал в Украину, один из двух, это были Майк Пенсион, они приезжали вместе, поэтому я, я хотел бы видеть Криса Кристи, выдвиженцем от республиканской партии, у него были там свои запарки в Нью-Джерси, но опять же, Нью-Джерси супер-либеральный штат, супер-супер-супер-либеральный штат, но так же как в Нью-Йорк, там и так далее, да, это абсолютно синие штаты, а он был республиканским мэром этого города, им достаточно, там у него были подставы, понятно, там была своя, свои терки там, и там с мостом связанным, короче, который связывает там, ну это внутренне, это долго рассказывать, и можете даже посмотреть, почитать, было давно, лет 10, наверное, уже назад, за это ему до сих пор там предъявляют, но я считаю все вещи, которые он говорит, это отличные вещи, он говорит, что поддерживать Украину нужно столько, сколько нужно, он также говорит, наверное, вещи, которые я согласен с ним и на внутренней политике, то есть как с эмиграцией, как там с экономикой, и так далее, Аса Хатчинсон, губернатор Арканца, Арканзаса, если говорить, они не произносят, произносят букву С, он тогда еще известен был, то есть, ну я помню, когда он, по-моему, выигрывал этот, то есть, это, по-моему, это даже была большой такой победой в Арканзасе для республиканцев, но он как бы не друг и не враг Украины, он больше как популист, то есть, он видит, что это популярная вещь среди американцев, то есть, демократы абсолютно полностью, да, республиканцы тоже 50 на 50, как поддерживать Украину или нет, и он говорит, да, Украина она поддерживает, но нужно поддерживать с саудитами, короче, ну то есть, с проверками, со специальными, чтобы контролировали финансовую, ну и понятно, подумаю, вот этот вот очень животрепещий вопрос о коррупции, коррупция существует, коррупция существовала, с ней борются, я надеюсь, Украина будет еще больше шагов предпринимать для борьбы с коррупцией, мы сейчас видели, проходит смена министров обороны в Украине, то есть, идет какие-то результаты, все-таки мы видим, и мы видим сейчас и олигархи там в Украине, причем те, которые считались, как вроде бы они поддерживают Зеленского, сидят, по-моему, даже когда я записываю это видео, он до сих пор еще находится под стражей, Коломойский, ну то есть, я считаю, что там шаги эти двигаются, даже, наверное, быстрее, чем я ожидал, я ожидал, что в Украине будет борьба, и я ожидаю, что она будет борьба с коррупцией продолжаться, то есть, это самое главное, чем нужно Украине отделять себя от России, это коррупция в Украине, это абсолютное наследие, постсоветского вот этого всего, и российского, то есть, все-все-все-все-все, что было связано с коррупцией, это чисто российские вот эти вот связи, то есть, бандитские 90-е перелились на то, как бандиты стали депутатами, там, и так далее, и так далее, и так далее, это, от этого надо избавляться, и Украина, мне кажется, делает, это может быть не так быстро, но мы посмотрим, ну, а Сахачится, он больше, как популист, Да, будем давать денег, но надо, чтобы за ними следили, там, и так далее, Ну, вроде бы как, да, умная вещь, но во время войны, как ты будешь следить за во время войны? Ну, то есть, это ты какую-то там сделаешь специальную комиссию, которая будет следить за всем, куда, чего денег пошли, а там еще, глядишь, из этой комиссии будут утечки, да, там, подождите, а вот тут они создали вот эти батальоны, а вот тут столько оружия, это, ну, то есть, у нас даже в американской армии это считается как бы секретными материалами, да, там, ну, не то, чтобы там супер секретными, но все равно, вот сколько танков стоит, на вооружение у той или иной части, эти документы, ну, я как логистик, да, говорю, нам эти документы нельзя было просто выбрасывать в мусорку, их надо было специально, в специально отделенные там места, после кого, после чего они там сжигают или, или шредят, да, ну, это тоже считается такой sensitive information, ну, так, ладно. will hurt, will hurt, я понятия не имею, кто он такой, короче, но он вроде бы как военный, он что-то или был военным, или, или как-то так, но он из Техаса, Техас это, у нее свой отдельный такой менталитет, да, так сказать, но он тоже как бы выступает, он не друг Украины, то есть, он выступает не за того, чтобы, вот, потому что он любит Украину, и считает Украину, это народ, который достоин поддержки, достоин признания только ради того, как они изначально противопоставили себе России и Непали, и поэтому он хочет украинцев поддерживать, потому что это народ, который хочет действительно стать независимым, демократическим государством, и поэтому он хочет создать даже, ну, закрыть небо, и вплоть до того, что он не против какого-то участия американских войск, может, не прямого, то есть, не boots on the ground, ну, или солдаты на территории, а там, поставить ПВО, которое, западное ПВО с западных стран, допустим, Латвия, там, и так далее, которое будет работать над Украиной, там, ну, и так далее, и так далее, и так далее, то есть, это хорошие все вещи, я их тоже хочу, я их тоже поддерживаю, я думаю, всем украинцам это было бы интересно, и, понятно, все украинцы этого хотят, но это больше как тоже, опять же, не то чтобы популистское, но такое, это больше даже не любовь к Украине, как, допустим, у Кристи, да, он действительно, вот, как и многие, там, звезды, вот, вы знаете, выходят с украинскими флагами, которые поддерживают Украину, он именно так поддерживает, а Вилл Харт, он именно ненавидит Россию, он хочет поражения России, то есть, поддерживает Украину, так как поддерживали, допустим, тоже, тоже техасский representative, то есть, ну, только уже демократ тогда, Чарли Уилсон, как поддерживал маджахедов против Советского Союза, то есть, он не сильно там и маджахедам, ну, там, их любил, да, прям так, всем сердцем, и просто хотел поддерживать их в их, в их задаче уничтожить коммунистов, ну, и вот он примерно так же, я не спорю, я, я, я считаю, что тоже хорошее, но у него шансов нет, то есть, он не так известен, его никто не знает, и с его некоторыми, да, такие вот, ну, хакиш-палоси, да, то есть, такая ястребиная позиция, демократы его, ну, найдут к чему прицепиться, но у него, вот, если бы вот у Досантиса была вот такая позиция, да, ну, опять же, почему сейчас у республиканцев, тем более у самых знаменитых, проблемы с таким, вот, поддержкой именно, ястребиная поддержка Украины, это из-за того, что демократы сейчас поддерживают очень сильно Украину, и они действительно, вот, такая ястребиная позиция на поддержку Украины, и поэтому, ну, республиканцы, хочешь не хочешь, они как-то пытаются выезжать на противовесе, и даже сейчас, вот, как они на Кристи наезжают, да, тот же Десантис и так далее, они говорят, что Десантис, он вообще-то, такие вещи говорит, как вроде он хочет интервью на MSNBC, MSNBC, там, суперлиберальная телестанция, да, ну, то есть, он говорит те вещи, которые сейчас говорят демократы, хотя это, опять же, это вещи, которые, ну, именно связаны с Украиной. Мэр Майами Франсис Суарес, он поддерживает, ну, тоже популистская такая особо незначимая, это я, я здесь абсолютно никакого значения ему не придаю, у него нет шансов, но все равно он говорит, что, то есть, то, что Трамп когда-то говорил, у него такое больше, как вот, да, мы будем поддерживать Украину, но надо, чтобы все страны НАТО поддерживали, только, не только США, там, да, ну, и так же, как и Трамп, ну, когда, когда он баллотировался, да, он на радость Путину чуть ли не развалил НАТО, когда говорил, что все страны НАТО должны одинаковое там количество денег вкладывать, да, и страны Латвии такие, ну, типа, ты нас с Америкой сейчас сравнил, американский бюджет 800 миллиардов в год, у нас 8 миллиардов, вот, то есть, как, как мы можем все, да, там, вкладывать равноценные куски, то есть, ну, такое тоже, популистское тоже не сильно, это обдуманная такая позиция. Ну, вот, я вам сказал еще раз подвести итог, быстро, да, вот, пройдемся, опять же, это будет сейчас, надеюсь, вызовет какие-то споры, я уверен, что Трамп враг абсолютной Украины, как бы вам ни говорили трамписты, там, всякие Гарри Табахи и всякая другая шушера, Рон Десантес скорее враг, чем друг, то есть, он дружбу с Украиной на свое президентство обменяет прямо сейчас, то есть, если ему надо, если ему скажут, мы тебя, мы тебя выдвинем, только ты должен против Украины, все, да, давайте, и сейчас начнет говорить такие вещи, которые, ну, просто, я, я считаю, что ему сильно верить, не, не сильно верить, верить-то ему можно, он говорит вещи, что он не будет, не хочет, и не сильно у него там оно интересно поддерживать Украину, поэтому верить ему нужно, если даже он начнет флапать, то есть, он меняет, ну, такое. Тим Скотт, друг Украины, ну, как, сочувствующий Украине, и для Украины он был бы полезен, можно так сказать, абсолютнейший враг Украины, абсолютнейший, а тут без, без разговоров, если всего списка брать, Ведет Рамасвами, самый-самый-самый плохой человек в глазах украинцев в этом списке, Ники Хейли, можно считать подругой Украины, то есть, она по-любому не навредила, если бы она стала президентом, ну, по сравнению, допустим, с Ведетом Рамасвами, да, там, или с Трампом, она бы не навредила Украине, она бы продолжала, поддержка такая, которая сейчас идет и демократической партии, скорее всего, бы продолжалась, там, может, как бы, более-менее видоизмененная, но, я думаю, это было бы неплохо, я бы не был расстроен. Майк Пенс, друг Украины, все, точка. Крис Кристи, друг Украины, тоже, помощь Украине при этих двух была бы большая, чем она есть сейчас, и Украина, скорее всего, бы даже стала такой, чуть ли не как центром вообще в политике этих президентства, этих двух, вот если бы он был президентом, а это вице-президентом, вот это была бы двойка, за которую я прям сейчас бы побежал. Аса Хатчинсон, ни рыба, ни мясо, там, и так далее, опять же, хочет вести это самое. А, подождите, Ду вот этот, да, ну, говернорусовка, ну, я вам сказал, да, что там, типа, аудиты тоже же у него, ну, такое, я особое внимание ему не уделяю, так сказать. Уилл Герд абсолютно ненавидит Россию, хочет поражения России, поэтому он бы мог помогать Украине вечной, самым-самым сильным оружием, да, там, и так далее. И Францис Суарес, внимание, не заслуживает особого, ну, что касается вопросов Украины, что касается вопросов, там, испаноговорящего, там, американского общества, да, это, ну, то есть, он на этом и хочет выезжать, то есть, а испаноговорящему американскому обществу, но Украина тоже, как бы, не сильно так и интересна, у них там есть свои, там, проблемы по Южной Америке, там, и так далее. Ну, такое видео, как всегда, ставьте лайк, пишите свои комментарии, поделитесь, подписывайтесь на канал, на спонсорство канала, на Патреон, ссылки в описании к видео, мотивируйте меня продолжать, напишите в комментариях, если интересны такие вот видео об американской политике, потому что сейчас только будет это все нарастать, и поэтому я вам буду рассказывать, так как это вижу я, ну, и слышу, что здесь происходит, как говорят, ну, и плюс, там, как говорят люди на улицах, там же, опять же, мои, там, кореша, там, на работе, или как-то еще. Ну, а так, до следующего видео. Слава Украине! Героям славы! Верма ЗСУ! Чекаем на промыву!